Бизнес-инсайдер оценил уровень коррупции в Таджикистане. В Туркменистане допрашивают родных пользователей соцсетей. Новые правила для узбекских фермеров. Узбекистан-24 публикует непроверенную информацию с подачи службы госбезопасности. Всемирный экономический форум в конце октября представил ежегодный индекс коррупции в рамках отчета о конкурентоспособности Global Competitiveness Reports. Издание Business Insider изучило его и составило рейтинг стран с самым высоким уровнем коррупции за 2017 год. Уровень коррумпированности в 140 странах авторы рейтинга оценивали по шкале от 1 до 100, где 100 баллов означает ее низкий уровень, а 0 наоборот. По 28 баллов набрали Гватемала, Бангладеш, Мавритания, Ливан и Кения, 27 баллов Гвинея и Нигерия, а по 26 – Уганда и Никарагуа. Мозамбик и Камерун получил по 25 баллов. А позиции ниже разместились Гаити, Бурунди и Зимбабве. Таджикистан, в свою очередь, набрал 21 балл наравне с Демократической Республикой Конго и Камбоджией. Примечательно, что после объявления режимом в Таджикистане масштабной кампании по борьбе с коррупцией ее уровень в стране возрос. Для сравнения, в 2015 году страна набрала 26 баллов, а в 2016 году – 25 баллов, то есть наблюдается ухудшение ситуации. Туркменские силовики начали угрожать родным активных пользователей соцсетей. Силовики стали вызывать на беседу граждан, чьи родственники находятся за границей, комментируют, высказывают свое мнение или просто ставят лайки под публикациями, размещенными в социальных сетях, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана». Как сообщает издание, ссылаясь на несколько источников в разных регионах страны, вызовы граждан в опорный пункт полиции, в региональное управление Министерства нацбезопасности или в прокуратуру случались и раньше, но с конца ноября они приобрели целенаправленный и организованный характер. Как правило, беседа проходит с активным участием старших братьев или людей из соседней конторы. Так между собой туркменские полицейские называют работников Министерства нацбезопасности. Именно люди в штатском сначала задают безобидные вопросы. Где ваш сын или дочь? Чем он, она занимается? Учится или работает? С кем общается в чужой стране? Какие планы на будущее? Намерен ли вернуться домой или решил остаться? Далее родителям и родственникам показывают комментарии в социальных сетях. Требуют объяснить поведение сына или дочери, брата или сестры и в итоге переходят к прямым угрозам. Если вы не повлияете, не заставите уехавшего за границу близкого вам человека стереть все свои комментарии под публикациями, все одобрительные лайки под чужими высказываниями, то у вас будут серьезные неприятности, как на работе, так и по месту жительства. В узбекский режим не устоит изобретать все новые и новые методы стимулирования фермеров к повышению производительности. Вслед за недавними коллективными клятвами фермеров, премьер-министр Узбекистана подписал новый указ касательно фермеров о дополнительных мерах по подчерению выращивания зерновых от 27 ноября. Согласно данному указу, отныне урожай пшеницы ниже 40 центнеров с гектара земли в Узбекистане будет расцениваться как предательство по отношению к земле и послужит основанием для изъятия фермеров земельных участков. В документе предусмотрены и другие санкции за низкие урожаи. Например, если фермер получил 30 центнеров зерна с гектара орошаемых земель и ниже, ему повысит коэффициент по единому земельному налогу в два раза, а закупочная цена на его поставки снизится на 25%. Если фермер собрал от 31 до 40 центнеров, налог повышается в полтора раза, а снижение закупочной цены составит 15%. Закупочная цена на следующий год установлена в размере 1200 сумм, в то время, когда рыночная цена на сегодня составляет 22500 сумм. На собраниях по поводу нового указа прозвучали много грубостей и угроз в нашу сторону. Со следующего года мы будем вынуждены отдавать весь урожай зерновых, даже сверх плана. Раньше мы сдавали по 22 центнера с гектара, а то, что сверх покрывало наши расходы на возделывание земли, удобрение и химобработку урожая, а также на выплату заработной платы наемным работникам. Это новое постановление отбирает наш последний кусок хлеба, рассказал один из фермеров в беседе с радио «Азадлик». В ноябре текущего года телеканал «Узбекистан-24» со ссылкой на службу государственной безопасности Узбекистана выпустил видеоматериал, в котором содержались обвинения в адрес ряда граждан из числа трудовых мигрантов, находящихся в России на заработках. На этих собраниях участникам зачитывались выступления идейных вдохновителей течения джихадисты и террористической организации «Исламское государство». Мигранты оказались обвинены в том, что занимались отправкой своих соотечественников в зоны боевых действий. Один из обвиняемых оказался активист правозащитной организации «Ёрдам», политзаключенный Рахмеддин Камолов. Корреспондент Хабархо обратился к защитнику Камолова, резонансному московскому адвокату Тимофею Широкову за комментарием. Вопрос о цепи доказательств. Можно категорически сказать, что в материалах уголовного дела, ни в материалах уголовного дела, ни в тех материалах, которые связаны с розыском Камолова, нет никаких сведений о том, что он призывал к психотической деятельности, что он участвовал в отправке людей в зону боевых действий, либо каким-либо образом причастен к финансированию этой деятельности. Это можно категорически утверждать, что это является выдулками и, в общем-то, ловь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова